Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. За сутки, по данным управления Роспотребнадзора, зафиксировано 106 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей Республики 69 новых случаев. Небольшое снижение идет по Мегино-Кангаласскому району, что способствовал комплекс мер, который принят как по вопросам вакцинации в Мегино-Кангаласском районе, так и меры, направленные на ограничения и соблюдение гражданами этого района соответствующего режима. Осложняется ситуация в Усть-Алданском районе. В Амгинском и Момском районе зафиксировано по 5 случаев. Необходимо обратить внимание на наличие пяти новых случаев в Момском районе. Это район, который долгое время, практически два месяца был чистый от коронавирусной инфекции. Тем не менее, непосредственно как в Моме, так и в Верхояне произошло ухудшение. Сегодня в Верхоянском Улусе зарегистрировано четыре случая. По три случая зарегистрировано в Верхневилюйском и Хангаласском Улусе и по одному случаю в Алданском, Кобяйском, Нижнеколымском и Чуропчинских Улусах. На настоящий момент осложнилась ситуация в Вилюйском Улусе, республике Сахая-Якутия, в котором непосредственно направлена вчера была поздно вечером, так же как и в Нюрбинске, Улуса вакцина в размере тысячи доз, которая, соответственно, на настоящий момент используется на территории района. Необходимо обратить внимание, что за сутки проведено 2619 исследований. Всего обработано в республике 1 миллион 88 тысяч 760 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Вчера в республику поступило большое количество вакцины, основное использование которой будет осуществляться на территории города Якутска-Мегина-Кангаласского района. Всего поступило уже на настоящий момент 154 тысяч 84 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую получили 128 тысяч 79 человек. Для усиленной вакцинации в городе Якутске развернуто 45 пунктов вакцинации, это в два раза больше, чем было даже вчера, 55 мобильных противопрививочных бригад, было 20 и 20 мобильных пунктов вакцинации. Пропускная способность мобильных в том числе пунктов вакцинации увеличилась до 2,5 тысяч, от 2,5 тысяч до 10,5 тысяч в сутки в целом по республике. В Мегина-Кангаласском лусь развернуто 30 пунктов вакцинации было 5 и развернуто 5 мобильных бригад было 2. Пропускная мощность увеличена от 300 человек до 1000. Пункты вакцинации развернуты в помещениях образовательных организаций крупных предприятий, организации торговли и транспорта, учреждения культуры, а также многофункциональном центре МАИ-документы. Адреса пунктов вакцинации размещены на официальных страницах в аккаунтах и социальных сетях. Учреждение здравоохранения приглашает всех на вакцинирование против коронавирусной инфекции. Здоровья всем!